Я родился в далеком апреле, и врачей приговор был суров, но душа еле держится в теле. Никогда он не будет здоров. У Павла теперь есть возможность послушать, как он читает стихи. Вместе с мамой на НТР он заказал запись собственного диска и размножил его на 300 экземпляров. Все на православную тему, и не случайно. Павел верующий, да и тяга к творчеству пришла в святом месте. Стихи я начал писать 20 лет назад, после посещения Раивского монастыря. Там есть чудотворные иконы. Все стихи Павел знает наизусть и к подсказкам не прибегает. Память у парня феноменальная. К примеру, сказ про Федота Стрельца он знает наизусть. А это, на минуточку, 1 час 30 минут чистого текста. Когда декламируешь стихи по памяти, получается душевней, чем если читаешь с бумаги, говорит он. И судьба, и Раивский монастырь, и Святая Матушка. Там у меня три стихотворения, они, по-моему, записаны, а не только моего собственного сочинения. Сияние куполов своих, он сказочный. Павел уже решил, кому раздаст первые экземпляры своего диска. Это будут работники Центра Надежда. Вообще продаваться они не будут, но каждый желающий может прийти в церковь в Афанасово и взять сборник аудиостихов. И если есть желание, положить пожертвование в куб. Александр Комаров, Булат Абдульманов, Новости НТР. Центра Надежда.